Вопрос, который рассматривается под хадисами 461-462. Комментарий к этому третьему вида совершения намаза страха. Говорит Абнураджев, Говорит большинство ученых, считает, что тот вид намаза страха, который приходит в хадисы Абу Айяша Аз-Зурахи, является действительным и является узаконенным для совершения. И этот же хадис или подобный же образ приходит со слов Джабира, а также Ибну Аббаса, а также Хузейфы. Говорит, поэтому совершает намаз таким образом, когда враг находится перед собой и нет опасности, что враг может совершить внезапное нападение, этот вид намаза страха является благим, хорошим, интересным и каким узаконенным. Почему? Потому что максимум, что есть в этом образе, то, что подвижники или часть подвижников не совершила с пророком Сарава Асан два сажда. Так или нет? Два сажда. То есть, этот хадис или этот образ, чем хорош, тем, что в нем практически все действия совершаются вместе с имамом, без отхода от имама. Кроме двух сажда. И то, каждый из подвижников совершил два сажда с пророком Сарава Асан два сажда и упустил всего лишь два сажда без имама, но совершил сам по себе. Так или нет? Сам по себе. Говорит, И то, что при этом, при этом обе части, что совершающих намаз, совершили эти два сажда, а не так, что потом дочитывали после Саляма. Так или нет? Но совершили еще до Саляма. Говорит То есть, мнение о том, что этот вид намаза страха узаконен, это мнение Асшафии, а также шафиитов. И у шафиитов есть Другое мнение относительно образа этого хадиса, оно у меня хрусту на первую руку восстудют. То, что необходимо охранять не только во время земного поклона, но и во время поясного поклона. Но и во время поясного поклона. И можете у себя подписать, что этот ревояк приходит со слов Ибн Аббаса. Слов Ибн Аббаса. То, что второй ряд, второй ряд остался охранять даже во время поясного поклона, а не только во время земного поклона. Так, и этот ревояр тоже является достоверным и годится для действия по нему. И некоторые изученные говорят, что действовать по нему нужно тогда, когда есть серьезная опасность от врага. Что во время земного поклона, во время, точнее, поясного поклона, если все уйдут в поясный поклон, то враг может воспоминуться и напасть. Тогда во время поясного поклона тоже нужно оставаться и продолжать, чтобы второй ряд охранял, так же, как во время земного поклона. Значит, и так, и так делать, что узаконено. И зависит от степени напряженности и степени опасности от врага. Говорит, в риваяте Бухари приходит риваят Ибн Аббаса, который указывает на узаконенность этого. Как мы уже только что об этом разъяснили? Говорит, в словах Ибн Раджева, или Ибн Раджев в своих словах упомянул о том, что от Абу Ханифы передается, что он не считал узаконенным совершать намаз в этом виде. То есть в том виде, который пришел в хадисе Джайбера, или в хадисе по дороге от Абу Айяша, Азураса и тому подобное. И Абу Ханифа считал, что намаз страха можно совершать только в той форме, которая приходит в хадисе Ибн Аббаса, в хадисе кого? Ибн Матруда. И тех, которые соответствуют этому риваяту. Так, а это какой образ? Первый, второй или третий, который мы развеялись? Второй. Это второй образ. Вот этот вопрос понятен. Значит, общий итог какой от этого разбора? То, что этот образ намаза, намаза страха третий, у нас по числу является узаконенным для совершения.